Дефицит питательных веществ это одна из причин болезни и порой решающее значение имеет. Поэтому важно знать каждому человеку, на что обратить внимание, какие продукты добавлять в рацион питания или биодобавки, содержащие те или иные важные питательные вещества. Итак, на выпадение волос влияет дефицит цинка, селена, кремния, серы, меди, железа, кальция, витаминов С, Д3, Е, Ф, А, Ж, В1, В8, В12. Это полный состав. Но, как правило, цинк, селен, кремний, В1, В12. Посмотрите, вот это мое видео, последнее про выпадение волос и как восстановить волосы комплексными мерами. На зрение влияют дефициты витаминов А, Е, В2, В6, минералов цинка и селена. Я очень советую цинк и селен применять двойные дозы от рекомендованных на упаковке, хотя бы 2 месяца к ряду, а так вообще постоянно. Продуктов, содержащих достаточное количество цинка и селена, люди, как правило, не потребляют. Я очень советую принимать цинк в составе фульвовой кислоты. Почему? Посмотрите мое видео «Фульвовые кислоты». А селен в самой лучшей усвояемой форме из препарата профессора Исаева «Латтл с селеном». Ссылки будут оставлены вам под этим видео. На проблему с зубами, с кариесом влияет дефицит фтора, только натурально в органической форме, витамина А, С, Д, кальция, меди, цинка и кремния. У меня было несколько видео про здоровье зубов и как сделать так, чтобы не было больше дырок. На проблему с зобом, с диффузным зобом и другими проблемами щитовидной железы влияют дефициты йода, меди и селена. На остеохондроз влияют дефициты витамина А и Е. На рак молочной железы и болезни сердца влияют дефициты таких витаминов, как Д, Е, В1, витамина А, Е, С. Таких минералов, как магний, медь, селен, калий, цинк, сера. Видео о проблемах сердечно-сосудистой системы и лечении этих болезней у меня тоже было. Ссылку в описании также оставлю. На болезни легких влияют дефициты витаминов В8, В3, А, Е, С, минералы калий, цинк, селен, сера. Видео о болезнях легких у меня также было, можете посмотреть. На болезни печени, а также на образование камней в почках влияют дефициты таких витаминов, как В1, В3, В9, витамина Е, С и минералов, таких как магний, фосфор, железо и натрий. На образование желчных камней влияют дефициты витамина В6 и минералов, хром, цинк, марганец, магний, ванадий, калий, фосфор. На развитие сахарного диабета второго типа влияют дефициты таких витаминов, как С, Е, В1, В6, В12 и минералов, марганец, цинк, селен. А на проблему с простатой, аденомой, импотенцией влияют дефициты витаминов В3, В5, С, Е и минералов, таких как цинк и молибден. На рак прямой кишки влияют дефициты пищевых волокон, то есть дефициты в пище овощей и зелени, дефициты витамина В1, В5, витамин В3, минералы калий, железо и кремний. Поэтому диатомит, органический кремний обязательно сыпьте себе в еду, в салаты те же, например. Купить натуральный диатомит, органический кремний можно будет по ссылочке, под видео я оставлю. Или препарат фулевая кислота с кремнием, получаемым из хвоща, в хилатной, жидкой, органической форме, с самым высоким КПД усвоением. На возникновение анемии, то есть малокровия, влияют дефициты витамина Е, В1, В3, В6, В9, В12, вся почти линейка группы В. Поэтому применяйте спирулину и хлореллу обязательно. Это простой способ получить, ну, половину таблицы Менделеева, что называется, в органической, натуральной форме. Но только спирулина и хлорелла должна быть не лабораторно полученная культура, выращенная синтетически, а дикими должны быть эти водоросли, добытые в дикой природе. Итак, ссылки на них тоже будут в описании. Также на анемию влияет, естественно, дефицит железа и магния. Ешьте больше зелени, особенно дикоросов, крапиву сныть. Ссылки на мои лекции по этим двум растениям я оставлю также в описании. Что касается мышечных болей, на их возникновение влияют дефициты витаминов H и минералов кальция, калия, натрия, магния и селена. На боли в суставах влияют дефициты витамина А, Е, С, В5, В6 и минералов меди, селена, фосфора. На возникновение остеопороза, помимо неправильного питания, потребления большого количества молока и молочных продуктов, особенно творога и сыра, не удивляйтесь именно так. Так вот, помимо этого, влияют дефициты витаминов, таких как С, Д3, В9, В12 и минералов кальция, фтора, цинка, меди и марганца. На возникновение остеомоляции влияют витамины Д, Е и марганец. Ну а на возникновение артритов оказывают влияние дефициты витамина В1, В3, В6, С, Е и дефициты таких минералов, как медь, сера и селен. Дорогие товарищи, на многие витамины и минералы я уже делал отдельные видео, но, по крайней мере, на самые важные. Посмотрите мои видео про витамин С, про цинк, про йод. Посмотрите вот это мое видео про фукус, важное, последнее на эту тему. Посмотрите вот это видео про спирулину, про витамин Д3, про дефицит железа и ферритина. Ну и, конечно, под видео, как и обещал, я оставлю, во-первых, ссылки на те или иные мои видео, которые я рекомендую вам посмотреть, и, во-вторую очередь, на те препараты, концентраты, натуральные, органические, безопасные для здоровья, на все то, о чем я говорил в этом видео. Помните также, что фукус, но только не сушеный, это бессмысленно, а в гелеобразной форме натив, содержит в своем составе легкие в усвоении минералы, практически все, какие существуют на планете. Фактически это минеральный состав морской воды, а значит и плазмы крови человека. Другого простого способа получить все минералы в органической, подчеркиваю, форме, усвояемой, ну просто нет. Две ссылки на два видео важных по фукусу будет оставлено мною также под этим видео. И помните еще раз, что причин болезней много, о них я рассказываю в своих видео, мои видео поучительные. Фактически это лекции, готовые к конспектированию. Лекции, объясняющие все причинно-следственные связи между причинами и возникновению болезни. А также я даю пути решения этих проблем, как их лечить, как предотвратить, не допустить и как устранять последствия, как быть здоровым человеком вообще, если знать и если не лениться. Все то, о чем я вам говорил в этом видео, я оставлю вам по ссылке, по единой только ссылке, не как раньше, а сейчас вы откроете под видео описание. И там будет одна главная, единая ссылка, которая поведет вас на страничку на моем сайте youfrolov.blog. И на этой страничке будут те ссылки, по которым я оставил вам необходимую информацию. Не поленитесь, зайдите на эту страничку и посмотрите эту важную, более подробную информацию. Ну а также, разумеется, информацию, как приобрести вот эти самые важные нутриенты, антиоксиданты, по крайней мере те, о которых я здесь вам пояснял. Напишите свой отзыв, комментарий под этим видео, ставьте пальчик вверх, проверьте свою подписку и перешлите ссылку на это видео своим друзьям, коллегам, товарищам. До новых встреч! До новых встреч!